Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Захарии. На очереди у нас седьмая глава. Какими бы ни были наши обстоятельства и обстоятельства вокруг нас, мы не должны оставлять главного своего занятия. Заниматься Писанием мы должны. Пусть вокруг нас все взрывается и грохочет, пусть бушует эпидемия или война. Услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, говорит Христос. И вот сегодня наступило время заняться Писанием. И мы читаем очередную седьмую главу Захарии. Она начинается так. В четвертый год царя Дарья, Дарьявыш персидский, было слово Господня к Захарии. К тому же самому Захарии, чье имя стоит в написании всей книги. Захария, Захарья, слово составное, теофорное имя. Зехарь — это память. Я — это сокращенная тетраграмма. Вот, например, в слове «Халлилуйя» тоже вот это «Я». Это сокращенное имя Божие, собственное имя Господня, четырехбуквенное имя, священная тетраграмма. Захарья — память Господня или Господь вспомнил. В четвертый день девятого месяца Хаслева, вот это Хаслев, точнее Кислев, это месяц, зимний месяц холодный. И вот в этот зимний месяц холодный было слово Господне к Захарии. «Когда Вифиль послал Шарицера и Регем Мелеха и спутников его помолиться пред лицом Господа». Какая-то высокопоставленная делегация, видимо, от персидского царя, приходит помолиться. Вот, из Персии, скорее всего, приходит, ну, а может быть, местные какие-то персидские чиновники, пришли помолиться пред лицом Господа. Что значит пред лицом? Это значит на храмовой горе, в Иерусалимском храме, который переселенцы отстроили. Да, стены еще разрушены, но храм уже есть. Пусть он, может быть, не до конца отстроен, но основание ему положено, он строится. Вот, и они молятся пред лицом Господа, то есть во дворе Иерусалимского храма, второго храма. Итак, пришли эти господа помолиться и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, плакать ли мне в пятый месяц и поститься ли, как я делал это уже много лет. Они приходят не только молиться, но и спрашивать. Спрашивать у кого? У священников и пророков. Захарию и Агея, его современника, часто называют культовыми пророками, храмовыми пророками. Действительно, храм занимает очень важное место в проповеди Агея. И вот здесь у Захарии о храме идет речь. И вот они стоят вместе здесь в этом стихе, священники и пророки, через запятую, и к ним, у них, эта делегация спрашивает, задает вопросы о посте. Очень популярный среди верующих вообще вопрос это, как поститься, когда поститься, зачем поститься. Пост занимает важное место в религиозной жизни. Пост в пятый месяц, а также в седьмой месяц, который мы прочтем чуть ниже в пятом стихе, это пост в память об убийстве Гадолии. Гадолия, наместник вавилонский, о котором мы читаем в книге Иеремии, в четвертой книге царств, и в память о разрушении Иерусалима и храма. Пятый месяц спастились, седьмой месяц спастились. Это разные посты, пост, воспоминания об убийстве Гадолии, скорбь и скорбь о разрушении Иерусалима и храма войсками на ухадре царя, вавилонского захватчика царя. И что же отвечает Захария? Он не отвечает ничего, пока не получает от Господа слова. Вот когда он от Господа слова получает, у него есть что ответить. Пророки никогда не отвечают от собственного лица, они всегда отвечают словом Господним. Получают от Господа слова, они посредники, медиаторы между Богом и человеком, чтобы передать человеку от Бога решение какое-то, весть, слово. И вот, говорит Захария от первого лица, «И было ко мне слово Господа Саваофа». Что же это за слово? Дальше прямая речь Господа. «Скажи всему народу земли сей и священникам так, когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже 70 лет, 70 лет вавилонского плена, для меня ли вы постились? Для меня ли?» Риторический вопрос. Дальше еще один. «И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите? Не для себя ли вы пьете?» Поститься с одной стороны и есть, и пить с другой стороны, то есть не поститься. Эти действия, эти состояния противоположны. Пост это, в данном случае, без действия, то есть человек не ест и не пьет. Библейский пост – это не есть и не пить вовсе. У нас сейчас вот в русской церковной традиции, у нас православный христиан, есть несколько дней в году, когда мы соблюдаем полный пост. Это в Сочельнике, рождественский и крещенский, это в первый и второй день Великого Поста, и это в Великую Пятницу. Ну, а кто может, тот еще и в день усекновения главы предтечи. Это и называется Библии-пост. Все остальные дни постные, которые мы называем постом, и читаем в календаре, что можно там вкушать то, сё, рыбу, масло, елей, с библейской точки зрения постом не являются. Это просто растительная диета. Когда в Библии говорится о посте, «Постился Моисей сорок дней ночей, хлеба не ел, воды не пил, постился Иисус в Иудейской пустыне», говорится, то значит, сорок дней они не ели хлеба и не пили воды. И вот здесь они задают Господь риторический вопрос этим людям, вот этому Шарицеру, Регемелеху, потом некий странный персонаж с именем Вифиль, три делегата этой делегации. Вот Господь им отвечает через Захарию с помощью риторического вопроса. Риторический вопрос не требует ответа, он уже содержит ответ. Понятно, что идите и пьете вы для себя, и поститесь вы тоже для себя. Вы Господу ничего не прибавляете, ничего у него не отнимаете. Понятно, что пост, он помогает молитве, он, пост, нужен для усиления этой самой молитвы. Как говорит один из учителей церкви в древности, святитель, кажется, это был Иоанн Златоуст, который сказал, что молитва и пост — это как бы два крыла у птицы. Молитва поддерживается постом, пост сопровождается молитвой. Если есть молитва, но нет поста, это как птица с одним крылом. Если есть пост, но нет молитвы, тоже как птица с одним крылом. Чтобы птица взлетела, чтобы молитва взлетела, ко Господу нужен и пост, и молитва. Дух сей изгоняется только молитвою и постом, скажет Христос в Евангелии. Вот здесь они молятся, во-первых, в храме Господнем, наверное, какие-то жертвы приносят, и потом они спрашивают о посте. Вот об этих двух постах. 70 лет плена прошло, может быть, прекратить пост? Храм отстроится, отстроен, может быть, уже. И, может быть, настало время пост прекратить. Ну, я году или чего уже скорбеть, может быть, хватит, спрашивают они. И тогда Господь им отвечает. Ну, вы же для себя поститесь. И для себя, если не поститесь, то кушаете и пьете тоже для себя. Не те же ли слова провозглашал Господь... Это уже примарь речь Захарий. Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены. Вот. Седьмой стих. Возможно, здесь содержатся слова примарьи Господа. Возможно, это слова Захарии, пророка. Часто трудно отделить в пророческих текстах прямую речь пророка от прямой речи Господа. Вот этот стих, один из таких спорных стихов в Библии. Что здесь в Захарии 7.7? Прямая речь Господа и прямая речь пророка. И говорится здесь опять риторический вопрос. Действительно, Господь через прежних своих пророков, пророков времен монархии, пророков до Вавилонского плена, когда еще все было в порядке, Иерусалим был цел и все было заселено, вот. Вот те же самые слова провозглашали пророки о молитве, о посте. Так говорил Господь Саваоф. «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждой брату своему». Суд и милость, правосудие и милосердие. «Дздака вэмишпат» или «мишпат вэхэсэд». Часто эти понятия идут в паре. Господь долготерпеливый, милосердный, многомилостивый, но в то же время Он и правосудный. Ему противно всякое неправосудие, всякая несправедливость в межчеловеческих отношениях Ему противны. И это были вот эти вот социальные противоречия, социальная несправедливость, царившая в допленном обществе иудейском, они вызвали Божий гнев. Это одна из причин того, что Господь попустил прийти завоевателем и завоевать иудеев во времена Навуходоносора. Два, в общем-то, преступления. Несправедливость, то есть насилие, алчность, жадность со стороны правящего класса по отношению к народу и связанная с ним коррумпированность правосудия, подкупленные богатыми суды, которые осуждают бедных. И другое — это грех, идолопоклонство во всех его формах, включая политическое идолопоклонство. Это все обличали пророки до плена, которые здесь вспоминаются. То же самое говорил Господь через пророков, что говорит и через Захарию. А что он говорит через Захарию? «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждому брату своему». Отсутствие братских отношений, милости, справедливости, сострадания к ближнему вызывают Божий гнев и Божий суд. Удивительно, что и после плена, к сожалению, народ нуждался в таком обличении. То есть и тогда, даже вернувшись из Вавилонского плена, переселенцы не всегда производили справедливый суд и не всегда оказывали милость и сострадание ближнему. «Вдовы и сироты, пришельцы и бедного не притесняйте, и зла против друга не мыслите в сердцах ваших». Сирота, вдова, пришелец — это незащищенные социальные слои общества. В то время у вдовы нет мужа, у сироты нет родителей, пришельца вообще никого нет. Они нуждаются в особой опеке и защите. Нельзя их притеснять, нельзя их угнетать, нельзя поступать с ними несправедливо. Ты против самого Господа восстаешь, если притесняешь вдову и сироту, и пришельца, поселенца, чужеземца, который у тебя поселился. Господь, отец сирот и судья, вдов, говорит Писание. То есть он для сирот, он сам отец, и для вдов он сам судья. Вот приходит вдова бедная в суд, и у него судебная тяжба с каким-то богатеем. Богатей дает взятку судье. Амос говорит, эта взятка могла состоять всего лишь в паре обуви. Продают бедного за пару сандалий, обличает Амос свое поколение. И судья закрывает глаза, подарки делают судьи слепыми, и решает судебную тяжбу в пользу богатого, чтобы получить от богатого эту взятку. И осуждает бедного, вдову, например. И это вызывает божественный гнев, такая вопиющая к небу несправедливость. И есть суд, который не подкупен звону злато. И тогда Господь этот суд вершит уже сам, вершит над этими алчными богачами и их приспешниками, судьями коррумпированными, карманное правосудие, так называемое кривосудие. И защищает, таким образом, вдову, сироту и пришельца, и бедного, бедняка. Тот, кто делает такое, должен понимать, что суды божьи могут вершиться и рукой захватчиков. Если бы не было такого доплена, не было бы и самого Вавилонского плена. Теперь, когда вернулись из плена, этого не должно быть. Должны быть человеколюбивые, сострадательные отношения друг к другу. Но, увы, они не хотят внимать. Примарич Господа продолжается, 11 стих. «Отворотились от меня и уши свои отяготили, чтобы не слышать. И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Гнев уже постиг. Пророков не слушали. А пророки допленные то же самое говорили. Сколько раз мы читаем у Исаии, у Михея, у Амоса, что нельзя притеснять бедных, нельзя их судить несправедливо. Суд должен быть справедливым, иначе это не суд, а насмешка над судом. Когда суд исполняет волю богатеев и правителей, это не суд, это позорище. Когда судьи продажные, коррумпированные и лишь являются орудием в руках исполнительной власти, это не правосудие. И за это ждет божественное наказание. Оно и последовало. Пророки обличали, народ не слушал. Высший класс общества не слушал. Богатые, сильные, властные. За это постиг плен вавилонский. Разрушение Иерусалима и храма. Сейчас, когда из плена вернулись, надо слушаться Господа. Надо его волю исполнять. Эта воля состоит в том, чтобы, вне зависимости от того, какой социальный статус у человека, сколько у него в сундуке добра накоплено, и какая у него власть или ее нет, отношения должны быть братские, сострадательные друг к другу у всех членов общества. Потому что все израильтяне – это единый народ Божий, все дети Божьи. А пришельца тоже притеснять нельзя. Нельзя притеснять членов своего общества. И пришельца, Гера, тоже нельзя притеснять. Это тоже оскорбление Богу. Ну, все это, в общем-то, актуализация слов, сказанных еще в Моисеевой Торе, в Пятикнижии. Господь особенно защищает и охраняет сироту, вдову, пришельца, то есть всех социально незащищенных в обществе людей. И смотрит, не обижает ли кто, не притесняет ли их, этих людей, сироту, вдову, пришельца, бедного. Если притесняют и угнетают и наживают в себе богатство в результате этих притеснений по отношению к незащищенным слоям общества, тогда гнев Господень немедлит, постигает всех этих правителей и богачей. Вот зато и постиг вас великий гнев Господа Саваофа, говорится. «И было, когда он взывал, Господь, то есть взывал, а они не слушали». Вот здесь опять от речи, прямой речи Господа, резкий переход к прямой речи пророка. Теперь уже пророк говорит, он взывал, то есть Бог. Он взывал, а они не слушали, взывал через пророков. «Так и они взывали, а я не слушал», говорит Господь Саваоф. Вот в одном стихе 13-м дважды совершается переход. 12 стих – прямая речь Господа, первая половина 13-го стиха – прямая речь пророка, вторая половина 13-го стиха – опять прямая речь Господа. И она продолжается в следующем стихе. «Я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней. Ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустыней». Была благодатная, плодородная, вожделенная земля, вот эта вот обетованная. И она превратилась в пустыню. Пришли захватчики, превратили ее в пустыню. И долго-долго земля эта субботствовала. Не пахали люди, не сели на ней, или чуть-чуть совсем пахали, сели. Обезлюдилась земля, запустела. Все поросло колючкой, чертополохом. Коцвы Дардар. И вся эта земля теперь должна возрождаться остатками Израиля, вернувшимися из Вавилонского плена. Но она возродится, когда не будет несправедливости царить среди людей. Когда люди будут не только поститься и молиться, а когда в обществе будет царить сострадание и справедливость. Господь сострадателен и справедлив, поэтому его рабы должны быть тоже сострадательны и справедливы. Смысл совершенно понятен. Всех этих слов и всех этих риторических вопросов. Седьмая глава, она относится к первой части книги Захарии, охватывающей восемь глав. И если в первых шести главах в основном описывались видения, и их истолкования, этих видений, то седьмая глава уже, как и восьмая, имеют такое вот пророчество Слова. Если там пророчество видения, то здесь пророчество Слова. Два основных вида пророчеств. Пророчество видения и пророчество Слова. Вот здесь мы слышим Слово, которое говорит Пророк, которое через него говорит сам Господь. И это Слово звучит. Ну вот этот вопрос, эти вопросы, которые задают послания, вот эти вот делегации, эти посланники, этот, как здесь сказано, Бейт-Эль, Сар-Эцер, может быть, это единственное, единое имя, и Бейт-Эль, здесь во втором стихе Вифиль, да, Бейт-Эль, и Шар-Эцер в тексте Синодальном, это, значит, разные здесь лица, а в еврейском тексте непонятно. Вот в Библико-Эбраико Штут-Гортензия, например, говорит, что, возможно, это единое имя, но, может быть, это и сомнительно. Вот. Впишите, интересно, что вот этот Регем-Мелех второго стиха назван, впишите в сирийской Библии, назван Рав-Маг, Рав-Маг встречается в Иеремии, вот Рав-Маг, этот самый вавилонские, потом персидские маги, да, волхвы, у них Рав, Рав это великий, большой, начальник, господин, в общем, глава каких-то магов, вот так, может быть, это и не собственное имя, то есть, может быть, это не собственные имена, Байтель, Сар-Эцер, это один, и Регем-Мелех или Рав-Маг, может быть, это и не собственные имена, а может быть, одно из них собственное, другое не собственное, но вот Рав-Маг это официальный титул вавилонского высокопоставленного лица, определенного функционера, главы магов и у персов тоже есть Рав-Маг был вавилонское наследие, вот, да, а так вот на этот вопрос, который звучит в третьем стихе, поститься ли мне в пятый месяц, ну, а также вот седьмой месяц, там дальше, в пятом стихе мы читаем, ответ, ответ прозвучит в следующей главе, восьмой, девятнадцатый стих, так говорит Господь Саввов, пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого, соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством, только любите истину и мир, истину и мир надо любить, и не будет никаких постов, запись сделана для библейского портала экзи-гет.